эй ой 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 здорово пацаны сегодня у нас на канале поршень покинул чат да это снова мы да 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 это снова мы мы вас уже наверняка успели достать кому-то неинтересно ей ну и такое и нахер смотреть это видео но посмотрите мы надеемся будет интересно сегодня у нас спонтанный обзор мы нашли пацана саню он любезно расскажет нам про свою тачулю что за марка что за машина как она себя ведет сколько владеет ну в общем все его личную информацию в публичном доступе а итак братан чё за тачуля это авдюха не шкода супер б 2007 року кубатура 2 и пив литров дизель так турбированный турбированный карл она с турбиной вау 163 коня а покажешь сердечко давай брата моё сейчас обзорчиками забит ну и все приплыли тут короче я не знаю брата на как она открывается опа смотри красота братом что-то менял уже в тачуля так менял аккумулятор менял сын он менял задний амортизаторы грм менялся не не менялся а есть масло жор там такие проблемы какие-нибудь явные мое масло не тече не бери его все нормально а какой расход по по городу о якшо по месте то 14 14 с половиной ого братан ну я впечатлен конечно это же дизель ок в автомате автомате в общем машина машина можно сказать для среднестатистического человека лакшери я прав сейчас короче будут серии личных вопросов кстати братан у нас в маске потому что карантин но мы типаж не боимся карантина я хочу стать звездой ютуба поэтому я хожу без маски свечу своим файсом туда-сюда так значит братан сколько у тебя на спидометре 270 а сколько выжимал на данный час 180 дальше уже боялся не дальше был поворот понятно то есть машина хочет еще да понятно значит живой экземпляр что у нас кузовом не выглядит она конечно классно мы закроем капот можно я грюкну можно слабо не будешь меня что у нас с ржавчины какие проблемы с кузовом сзади богачи она пойдем посмотрим покажи братом чё там чё там как я слышал я слышал короче пока езди что то она не ржавеет так как шок уже даме дать 3 в дар завит а вот это вот но ребята это на самом деле мелочи это ведь все все лечится в принципе сколько тут работы на часа четыре наверное где-то так если короче даже нормальному человеку который в этом шарит я смотрю она довольно таки живая до 2007 год она еще в принципе молоденькая но выглядит она конечно зачем смотри рыжик у нас еще тут есть ходовая надежно вот по твоему мнению по моему мнению так ходова дуже добра а и так же придется меня тебя я не знаю колы остальные хозяин меня и я так как а еще на нахер надежно ты чё так что братом во сколько она в общем тебе обходится то есть дорого содержать такую красавицу ну порівняно с их ними зарплатами то не дуже так дорого и купил за 8 тысяч плюс то что я поменял амортизаторы аккумулятор ксеноны компьютер для фары плюс там работа была то две с половиной тысячи злотых то есть купил за 8 вложил еще двушечку и за 10 за 10 косарей злотых получается вполне себе такая ничего тачуле которая и выглядит хорошо и наверное наяривает неплохо 6 недель что-то едет а мы это посмотрим прокатишь нас с ветерком отлично отлично ребята мы еще и навалим на этой тачке короче ребята мне тут разрешили посидеть в этой тачуле вот собственно саня саня ты в порядке наш владелец тачуле он нам сейчас немножко расскажет шо шо у нас здесь есть внутри какая комплектация но я смотрю она напичкана короче знаете вот слова лакшери вот здесь больше подходит чем в нашем первом обзоре здесь кожаный салон с подогревом я так понимаю так спидори он спереди то сзади сзади подогрев карл вообще сиденье такие бомбезные я смотрю короче тут еще электрическое управление проверим работает я поехал ну месяц и машине тоже было еда я заметил в общем здесь реально блин дом на колесах знаете что-то если вы хотите где-нибудь путешествовать вам не нужен короче дом на колесах вам нужно audi какая-то шкода пацаны мой косяк это шкода компания шкода позаботилась ну обо всем я посмотрю серьезно обо всем позаботилась в этой машине даже пассажирах у них есть возможности свои пердаки подогревать подкуривать во время движения но я не думаю что хозяин машины одобрил бы это конечно добра там в такой лучше не курить я сам курю но сами курю машины что у нас еще дуйка есть наверняка на раздельная то есть на каждого пассажира по-своему пепельница все в дереве ребята я не сторонник короче молдингов в стиле под дерево но здесь это смотрится гармонично мне нравится точу ли на тебе сша у нас коробочка автомат и карать передач удобно на ней есть удобно удобно проблема пробег стильки не проблема 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 не мая тут тут все працю и не жалеюся поки что удобно переключать на ручную коробку на сколько ты уже проехал на ней 12 тысяч 12 тысяч и за все 12 тысяч не было проблем с низ коробкой не не с сердечком не нищим не было проблем ребята очередной раз мы можем убедиться что автомобиль skoda все-таки заслуженно считается одной из лучших марок как мне кажется кто-то не согласится но ребята посмотрите на этот салон машина 2007 года и в принципе комплектация и по сей день такая не кислая вам скажу тут даже это это ведь этот самый как как эта хрень называется но здесь есть есть gps есть но то есть возможность есть возможность gps а есть с диском да ну что будем теперь осматривать багажник но багажник на самом деле мне нравится вместительные здесь не так страшно есть подсветочка единственное чего здесь не хватает это на месте аптечки можно было бы еще мониторчик вставить в принципе опять же если жена выгнала можно здесь жить задний ряд сидений радует пространством просто просто шикардосу реально если вы поедете где-нибудь в дальнюю дорогу вам будет где развернуться сидение с подогревом кожа состояние просто просто идеал я бы даже сказал здесь у нас еще подлокотник слышите вердит это настоящее что у нас еще подстаканники в общем удобство на самом деле на уровне я прям приятно впечатлю при росте метр девяносто пять я себя вполне комфортно чувствую на заднем ряду я и я бы здесь ездил как банкир вам серьезно говорю есть есть где реально раскинуть свои эласты серьезно ребята эта тачка ну блин ну классная на самом деле классная пока еще не заметил боков как благодаря которых мог бы обосрать эту тачку и наверное не захочу этого делать потому что тачка реально классно ну что ребят сейчас мы с позволения хозяина немного понаяриваем правильнее будет если конечно он поведет я как бы не хочу быть ответственным за эту тачку потому что реально в следующий раз я поеду в этом багажнике вот единстве единственное что мне не нравится это звук двигателя при запуске он но немножко громким ну громкий братан без обид конечно но сейчас посмотрим как как этот громкий агрегат наяривает кстати кстати вот братан еще сказал типа что есть тоже такой вот минус это со свечками довольно трудно выкручивать иногда даже резьба срывается да да есть такая проблема ну нету идеальных автомобилей а сейчас ребята мы немножечко позволим себе тут замер скорости телефон надо достать чему программа надо было сападисты да то конечно проблема ребят мы сейчас едем на автостраде можно так сказать у нас скорость 40 километров и сейчас владелец любезно на ней навалит немного ну что готовы каши . ребята разгоняется она довольно бодро бодро мне нравится как она нас качает мы вынуждены заканчивать качественную съемку и переходить на телефон потому что такая форс-мажорная ситуация у нас не хватило энергии ну что я могу сказать . просто огонь я пока блин тут сидел я чуть не обосрался у меня есть такое я боюсь скорости в общем ребята я потрясен машина просто супер если вы хотите купить себе шкоду рассматривайте этот вариант потому что это вариант стоит это был канал поршень покинул чат так что делайте вот эти вот всякие штуки там колокольчики лайкайте всякие подписки и так далее чтобы нам как-нибудь помочь в нашем развитии всем пока